Добрый день! В первый день весны Вятская торгово-промышленная палата отметила свое, боже мой, уже 25-летие. 25-летие. Собственно, с поздравлениями долгих лет и долгой жизни, собственно. Если вспомнить, что палаты живут по 500 лет в Европе, Российская палата 100 лет в этом году. То у нас все еще впереди. То еще все впереди и дожить до всех вот этих цифр обязательно. Ну, Николай был приглашен, собственно, на празднование, которое прошло в Кировском драматическом театре. Я очень рад тому, что атмосфера была прекрасная. Вообще, надо отметить, что редко где и когда увидишь так много важных, хороших, важных для области людей, которые очень много делают. Вот как вот на этом юбилее просто было очень приятно посмотреть на всю эту публику, на все это настроение, на общее настроение, которое было Николай Михайлович, это было здорово. Но плюс были гости федерального уровня, да, Витя? Там, конечно, а как? У нас же одна из самых важных палат в России. Расскажите, Николай Михайлович, об этом дне, об этом вечере, праздничном. Потом уже в историю году. Ну, знаете, я вот все годы своей жизни, она уже не маленькая, если исповедую принцип, что любой день рождения, не только юбилей, это основа для того, чтобы оглянуться назад и подвести итоги сделано. Вообще, я исповедую принцип, что каждый день, который я вот прожил в этой жизни, заканчиваешь работу, приходишь домой и смотришь, все ли ладно ты сделал. Не объявил ли кого-то, не сказал ли кому-то недоброго слова, чтобы завтра, если ты не прав, то принести извинения. И, знаете, люди хорошо вас понимают. А тут 25 лет. Что сделать за 25 лет? Правильно мы шли, то ли дорогой шли, не нарушили мы каких-то принципов. А принципы не сложились. А главный принцип – это наша работа во благо региона в интересах бизнеса. Потому что мы давно понимаем и понимают, я надеюсь, все разумные люди, что только работая консолидированно, решая одну задачу, мы можем говорить о том, что область, население области, жители, каждый конкретно, будет жить нормально. А проблем очень много. Но есть принцип стонать, ныть, переживать, жаловаться куда-то. А есть другой подход. Надо просто работать, выделять проблемы, самое важное, главное, и решать их постепенно. А как это делать? Конечно, формировать команду, ставить четкие задачи, добиваться исполнения. Вот примерно по этому принципу мы работаем уже все 25 лет. Что сейчас представляет собой наша торгово-промышленная палата? Хотелось бы лучше. Струн структурно. Хотелось бы лучше. Вот кто-то говорит, ну вот 620 там с лишним членов палаты, хорошо это или плохо. 620 с лишним. Да, хорошо это или плохо. Это все отдельное предприятие? Да, это предприятие. Это предприятие, индивидуальное предпринимательство. Большие, малые, индивидуальные предприниматели. Я считаю, что у нас еще... По-моему, некоммерческие организации тоже существуют. Да, да. У нас еще много работы. Я думаю, что мы должны в большей степени быть представительными в районах области. Чтобы информация, а у нас огромный объем информации, который мы имеем, она доходила до любого предпринимателя. Этому нам помогает наш журнал «Меркурий», где председатель рационной коллегии мы каждый месяц бываем в районах области. Мы, знаете, посетили самые-самые удаленные уголки. А позвольте, у вас немножко, вот, остановлю, журнал «Меркурий» исполнилось 20 лет. 20 лет, да. Просто, да, какая-то череда юбилеев такая. И мы с самого начала поняли, что без этого издания нам сложно доводить информацию до членов палаты. Спросите любого главу района, они от корки до корки читают журнал «Меркурий». Каждый месяц, да? Во-первых, он каждый месяц приходит бесплатно. Во-вторых, он информационно насыщен. Вы знаете, мы бывали в тайге, мы в половодье пересекали на черепу-вятку в Юнизовьях, на лодке «Казанке», Николай, если помнишь, алюминиевая такая странная лодка. Да, приходилось этим же заниматься в Астаполяском районе. И все, понимаете? И все. И оттуда, и нам, как в церкви, прошу прощения за сравнение такое, может быть, не очень логичное, все на духу говорит и глава района, и предприниматели. Вот вы знаете, я неоднократно уже не первому губернатору говорил, но разве не парадокс, если сегодня глава муниципального образования совершенно не заинтересован в развитии бизнеса в районе. Почему? А потому что если он увеличивает объем, скажем, поступающих доходов бюджетом на 10-15 миллионов, ему автоматически снимается на следующий год дотации из областного бюджета. А что, сейчас есть такие руководители? Кто в настоящее время? Которые повышают налогооблагоподвижение? Нет, я имею в виду, которые не стремятся, не сотрудничают, плохо сотрудничают с бизнесом. Все стремятся, но получается так, что... Ну, в бизнесе, если сегодня предприниматель любой малый, средний, большой получил дополнительно там доход, значит, за 100 миллионов рублей, он четко знает, что за минусом расходов у него остается прибыль. Эту прибыль на расходы, скажем, на поощрение сотрудников, социальные какие-то выплаты, развитие производства. На развитие производства. То есть, сегодня муниципальное образование, и это проблема не Кировской области, это проблема вообще по России. Мы говорим слух о этом давно. А здесь, ну, система бюджетирования такая. Надо как-то находить формат и переломить себя. Если получил дополнительно 10 миллионов за счет развития прибыли, за то, что глава района ежедневно уделяет внимание бизнесу, помогает решать насущие вопросы, то обязательно должен быть стимул. Они должны понимать, что району от этого становится жить веселее. Это один из примеров взаимодействия. И то, что мы встречаемся ежемесячно с главами районов, и как на духу говорим откровенно, а потом эту информацию доводим обязательно до правительства, все, шаг за шагом мы достигаем цели. Мы достигаем этой цели. А вопрос, ведь задача палаты, вот, правда, об истории не забыть, Николай Вернер просил напомнить. Вот вы говорите, 620 членов, сейчас много или мало, когда начиналось, не было таких цифр даже в помине. Ну, что вы помните, ты точно помнишь, я при разрешении уйти... Я даже могу сказать, что у нас палата в России номер 47, вот это я помню. Да. 47-я подсчета организована. 47-я подсчета, было очень важно, чтобы палата попала в первые 50. Я уже не помню. Да, я это вот помню. А всего сейчас палата 181 в стране? Да, это с муниципальными палатами, чтобы не путать, это с муниципальными палатами. А тогда, когда только еще создавалось, это же был 93-й год, еще была совершенно такая неустаящаяся экономика, было сложно и с деньгами, и совсем, и было важно попасть в число первых 50, потому что там, помимо того, что регистрировали, еще обеспечивали компьютерной техникой. В то время это было очень важно. Вот я не помню, один компьютер дали. Это вся находка наша. А если бы палата номер 51, то и его бы не дали. Вот в чем дело-то. Вот он помнит то, что не помню я. Понимаете, вот тот период. Да, я принял решение уйти в отставку с поста председателя Горсовета. Почему? А потому что Ельцин и Хасбулатов, если помните, вот так на себя, они такую обстановку приняли такие решения, которые просто вызывали измучение людей. А мы ничего не сделать не можем. И говорить, жаловаться на то, что виноват не я, виноват Ельцин и Хасбулатов, для меня это стыдно. Понимаете? Не может сделать. Не может исправить положение. То иди в сторону. Пусть будут люди, которые справятся. К сожалению, таких людей не нашлось. И советы попросту расформировали тогда. Но мы тогда решение приняли разумное. Мы создали ту организацию, которая, правильно Николай говорит, в Европе уже 500 лет действует как раз во имя консолидации в силе бизнеса и власти. Потому что палата сегодня это огромное. 600 человек. Это тоже 600 предприятий. Это 600 руководителей первых лиц. А там специалисты, главный инженер, экономист, финансист. Это эксперты. Это огромное количество экспертов, которые в состоянии участвовать в процедуре принятия любого решения на уровне законодательства собрания области, правительства области, муниципального образования. Ведь, понимаете, вот прошу прощения в историю чуть-чуть. Мы была единственной городской совет народа депутатов в городе Кирове, где создали тогда, Николай, все помнишь, группу консультантов на профессиональной основе. У нас было два юриста. Кстати, оба они доктора наук сегодня стали. И один, царство небесное, доктор экономических наук. И перед тем, как депутатам давать решение на рассмотрение, мы им давали заключение профессионалов-экспертов. Серьезный анализ провалился. У депутатов снимались вопросы, понимаете? Вот и пустые дебаты, как помните, грузов, дума, не место для дебатов, да? Нет, это место для дебатов. Ну, идем в политику, не будем входить. Поэтому сегодня любое решение, в любой плоскости, будь это лесной комплекс, будь это машиностроение, будь это тахографы, уже пресловутые, так сказать, когда навоз, мы уже здесь говорили, от фермы до поля довезти, как же без тахографа? А в этом хозяйстве СПК денег нет, чтобы колеса, резину на ЗИЛ-130-м. Эту машину нужно веритетно заменить, а ему надо тахограф. Зачем? Или Райпотребсоюз довезти хлебушкой, так сказать, в деревню за 30 километров, где и дороги-то не бывают, нет, без тахографа нельзя. Это маразм. Вы озвучивали, дают информационные составляющие. И мы всегда оставались руку на пульсе. А контроль надзорных органов мы тоже озвучили сам. Мы единственная палата в России, которая провели анализ взаимодействия органов контроль надзорных и бизнеса в странах Европы. И сделали вывод, увидели, что там разные подходы. У нас прийти наказать, там прийти помочь. Есть разница. И в итоге президент России в декабре 2014 года впервые озвучил в своем послании Совета Федерации «Быть посему». И все стало меняться. Опять зависит от изменения нашего отношения. Но я вам скажу, вот то, что на нашем мероприятии были практически все представители контроль надзорных органов, это тоже шаг к тому, что мы начинаем понимать друг друга. Вот в этом палат. А начало, вот фильм, видел у нас фильм, который показывали. Я сам сначала испугался. Придумали наши журналисты, толковые, кстати, ребята, придумали фильм «Танки в Москве». «Танки», «Танки». 93-й год. А при чем юбилей палаты? До 93-й год, правильно. Законов нет. Как действовать, никто не знает. Бурлящая обстановка. Бурлящая обстановка. И в это время создаем палату, чтобы каким-то образом найти рациональные пути для свое движение вперед. Я прошу прощения, надо сделать небольшую паузу, буквально полминуты, и мы продолжим. Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты, у нас в «Морском понедельнике», скоро продолжим. Продолжаем наше общение с Николаем Липатниковым, президентом Вятской торгово-промышленной палаты. Палата расширяется, число членов растет? Вы знаете, произошел спад. Вот когда совсем-то стало плохо, года 4 назад. Это когда в Вятке был год предпринимателей, и предпринимателей число резко сократилось. Да, ну так, наверное. Так сложилось. Вот, получается, кто-то ликвидировался, кто-то переименовался, кто-то, ну это жизнь, понимаете? Я к этому спокойно отношусь, потому что нам не нужно по казухе. Помните, Гоголь Николай Васильевич, «Мертвая душа», и там был свой резон. Нам «Мертвые души» не нужны. Они платят взнос. Причем такой весьма-весьма разумный. Понимаете? Если там 5 тысяч рублей с копейками в год платят взнос, а начинали мы, знаете, с какого взноса? 200 рублей. 200 рублей. 200 рублей. А чем тогда эта цифра была обоснована? А заработная плата. Примерно заработная плата в месяц. Вот 200 рублей. Поэтому это не в этом дело. Понимаете? Мы за счет услуг сегодня живем. За счет того, что мы работаем по многим проблемам. Делообразование, юридическая помощь, выставочная деятельность и так далее. Николай Михайлович, здесь хотелось бы напомнить. Сейчас дело в том, что все к такому набору услуг довольно-таки привыкли уже. А в 93-м году, вот вы правильно уже заметили, во-первых, законодательная база была совершенно непонятная. Часть законов действовала советских, часть законов принималась, там тут же отменялось что-то еще. Информационная площадка была нулевая. То есть интернета, к которому сейчас все привыкли, просто не было физически. Какую-то информацию получать было крайне сложно. Юридические вопросы решать, организационные. То есть было все совершенно... Сейчас к этому привыкли уже, кажется. Палата вроде работает, как все. Ну, ничего обычного, необычного делать. А тогда ведь этого не было ничего. Ну, я думаю, что наша задача только расширять членскую базу. Мы еще раз бываем много в районах. Люди приходят очень достойно, принимаем каждый раз. Но еще раз, за невыполнение обязательств, за невыполнение устава мы исключаем. Мы не стесняемся, это делается. Нормально, практик. Потому что... А конкретно, например, что это так? Можно нарушиться? Конечно. Ну, во-первых, если взносы, то уж ты не платишь. Причем так, оборонные... Как в любой общественной организации. Оборонные предприятия не платили одно время взносы. Помните, в оборонке тяжело было? Мы сказали, стоп. Не было заказа. Придет время. Да, придет время. А они потом все заплатили сразу. Кто-то не выполняет обязательства перед деловыми партнерами. Все, это уже не член палаты. В уставе написано четко. Членам палаты может быть предприятие, чьи руководители добросовестно выполняют обязанности перед своими деловыми партнерами. Точка. Если не добросовестны, начнение места в торговой промышлой палате. Так что у нас все еще впереди. А может предприниматель, член палаты, прийти в палату, как-то вам сообщить, пожаловаться на своего партнера. Может и приходить. И на вашей площадке, собственно, разбирать. И третейский суд у нас. Третейский суд. А третейский суд у нас существует. Чего греха отаить. Я уж сам выступал в роли медиатора. Не могу называть предприятие наше. Очень уважаемое предприятие. Вы знаете, я очень доволен. И фраза была моя простая. Поймите, ребята. Там, где ссорится двое, выгоду имеет третий. И все. И сейчас работают. И то предприятие хорошо, стабильно занимает свою нишу. И поставляет продукцию от Калининграда до Дальнего Востока и за рубеж. Все. Надо разумно подходить к любому вопросу. И все получится. А давайте еще раз напомним. Что дает предприятие учленство в палате? Ну, во-первых, сегодня нельзя никакого вопроса решить по одиночке. Надо формировать позицию. Мы формировали позицию по всем принципиально важным вопросам. Не повторяю. Взаимодействие с контрольными органами. Взаимодействие с органами власти. Позицию наши сегодня выслушивают. Вот смотрите. Вот тоже лесной комплекс. Пришла команда новая. Которая решила навести порядок. Где давно надо порядок наводить. И что там греха отаить. И зарплату в конвертах. И незаконный вывоз леса. Но решили, так сказать, ужесточить регистрацию лесопунктов в письменном виде. В электронном виде мы сказали. Зачем в письменном виде? Кто будет где читать, перекладывать, складывать ей кучу бумаг. Согласились. Ежемесячно отчетность. Ребята, мы и так все в отчетности. Согласились. То есть, понимаете, я никогда не говорю, что мы умнее кого-то. Нет. Мы просто имеем возможность сформировать. Сформировать экспертное мнение. И все. И хорошо, когда слушают. Что дает? Что мы вместе решаем задачу. Мы вместе оформим позицию. Я как раз не свожу к тому, что мы помогаем кому-то решить вопрос конкретный. В юридическом плане. У нас работают общественные приемы налоговой инспекции на площадке палаты, прокуратуры. Если возникает обстановка необходимая, мы просто даем возможность напрямую высказать свою позицию, скажем, прокурору области. И это все выслушается внимательно. И по ним принимается решение. Мы выносим вопросы по предложению членов палаты в антимонопольную службу. Мы тоже решаем. Роспотребнадзор. Все, что бизнес нам выходит. Но мы решаем не частные вопросы. Извините, по поводу того, что кому-то, его сотруднику, потребовалась помощь медицинская у соседей в другом городе. Это частный вопрос. Но это наши вопросы. Понимаете? Это наши люди. Поэтому сказать круг. Но для этого надо зайти на сайт палаты и посмотреть огромный перечень услуг, которые мы оказываем. Да, мы расширяем горизонты. Вот в фильме нашем, то, что показали ребята с Крич-Петского хлебозавода. Да, проблемы. Совсем свежая проблема. Попытались, так сказать, инициировать там, значит, конкуренты, явно конкуренты, претензии к нашему поставщику. Продукция качественная, продукция дешевле. Все. Но мы сделали экспертное заключение. Мы, так сказать, помогли этому нашему предприятию. Да, расширяем горизонты. По поводу выставки зарубежные. А это надо консолидировать. Надо не просто показать, что в коме интересен Кировский молочный комбинат сам по себе. Надо, что интересен Вятовский продукт. Продукты из Кировской области. И это удешевляет объемы рекламных средств. Позволяет рассказать, к нам приехала Вятка, приехал Киров. Кому как больше нравится, во что мы приехали к ним. Так что много, много, что дает, что дает. Я здесь бы еще хотел сразу сделать акцент, когда мы начали, точнее я начал с того, что в Европе-Палат существует 500. Дело в том, что, видимо, очень важная сторона Палаты, то, что представление на международном уровне просто бесчленство Палаты абсурдно. Конечно, конечно, конечно. Многие-многие так и мыслят. Ты член Палаты, не член Палаты. И рекомендации даем нашим коллегам, даем по членам Палаты. Кому доверяем, конечно. Это надо проверить, иногда посмотреть. Бесплатно, кстати, это дело. Потому что, как бы, в Европе-то это именно очень важно. То есть, предприятие, которое состоит в ТПП, оно таким образом, как бы, уже имеет определенную гарантию того, что оно надежно. Знак качества. Да, знак качества определенный. А нет этого знака. То есть, с тобой еще, возможно, и дело-то иметь не будет. А согрешил тогда из Палаты вон. А что еще там важного сейчас в повестке дня Вятской торговой промышленной Палаты? Что сейчас занимает умы ваших коллег? Ну, вот вы знаете, это самое. Вот сейчас и президент страны говорит, вот и в послании Путину сейчас кандидат президент, и поэтому мы здесь ограничимся. Вот, кадровая политика, конечно, 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 рабочая кадра. Вот я буквально недавно, мы открывали WorldSkills, выставку образования, наше учебное заведение. Мы не нарушили систему подготовки профессиональных кадров. Надо дать должное нашим руководителям системы средних специальных учебных заведений. Министерство образования мы сохранили. И мы имеем хорошие примеры. Мы это и продолжаем. Программа WorldSkills, подготовка рабочих кадров. Мы уже проводили конференцию год назад. Конференцию. Мы этим занимаемся на системной основе. И зайдите в администрацию города Кирова. Там уже несколько месяцев висит наша выставка. Профессионал называется. Рабочий человек. На своем рабочем месте. Это нормальная, добрая, светлая лица. А по мне, значит, вот, хороший сантехник важнее иного деятеля, значит, в органах власти. Понимаете? По мне это так. Это тема. А кадры, управленческие кадры? Управленческие кадры. Вот я недавно читал, у меня 10-томник Примакова есть. И он приводит Бисмарка по запросу. Евгений Максимович. Да, Евгений Максимович. Бисмарка приводит. Он пример, что если нет управленческих кадров, невозможно решить никаких управленческих решений по развитию территории государства. Начается задач номер один. И сегодня на уровне России лидеры России. Сейчас на уровне вятки лидеры вятки. И мы, конечно же, включаемся в эту работу. Вот как этих людей не просто увидеть, найти, выделить, помочь им еще стать на одну ступеньку выше и сделать так, чтобы они стали наставниками будущих поколений. И это тоже наша работа. У нас, к счастью, для этого есть тоже возможности, основания. Это тоже в планах нашей работы. Экология. Я сейчас от вас иду на конференцию по экологии. Год экологии. Мы совершенно реально... Прошел, в смысле? Ну, прошел. Итоги будут проводиться. Идем. А прошел год-то прошел, но проблемы-то остались с экологией. Вот я, кстати, не очень сторонний. Год экологии, год культуры. А дальше-то что? Сейчас год наставничества. Это наша системная работа. Вот мы к этому делу проходим системно. Прошел названный год экологии, но проблемы-то остались. И я скажу, мы и с управлением Роспередоднадзора, и с Министерством охраны окружающей среды, как работали постоянно, выделяя важнейшее, так и будем работать вместе. Комитеты палаты выделяют самое главное направление. А они у нас все есть. И частная медицина. Есть тема? Я задал вопрос вот тут Кадырову, министру экономики. А вот частная медицина, это экономика или социальная сфера? Конечно, это социальная сфера и экономика. Потому что предприятия платят бюджет. Они чертуют из бюджета. Значит, надо к ним подходить разумно. Логично? Любое направление. А в связи с чем вы этот вопрос ему задавали? Что за тема возникла? Есть над чем поработать. Так уж если мягко сказать. Николай Михайлович, это все как бы такой текущий момент. Вот какие-то, может быть, планы. За 25 лет какие-то вот такие очень важные решения, которые палата помогла принять, как бы вот, что бы вы отметили, может быть. Из того, что уже удалось сделать нормальное, вот что, может быть, там, федеральном уровне, что-то благодаря вашей инициативе произошло. Вы знаете, так вот, расплох. Ну, вот тема контрольных зонных органов, я считаю, что, знаете, пошутили, когда Путин, Владимир Владимирович, в декабре 2014 года выступил в Совет Федерации, мне сказали, слушай, Николай, это не ты готов выступить, я не Путина, а по дорогам, по лесу, по лесу, когда железнодорожными, кстати, опять вернулись. По железнодороге, кстати, интересная же тема. Опять вернулись. Тариф, тарифы, да? И по наличию, и по наличию. Как раз передавали в частную собственность. Все, у нас же полная приватизация. Весь подвижной состав передали в частную собственность. Тысяча, около того, значит, частных компаний, больших и маленьких, образовалось. В результате федеральной грузовой компании осталось все на все какие-то десятки, все обрушилось. Ну, рынок сам же все на места расставит, наши идеалисты, идеалисты. И тогда я выступил с этой позиции один раз, два раза. И мне пришло предложение выступить на встрече с Путиным. В то время был представитель правительства. Я скажу, для меня было, конечно, это волнение огромное. Я объехал все наши, ну не все, а основные, так сказать, лесопункты, где гружали лес, предприятия лесопеработки. Огромные встречи провел. И вот вступал на встречу с Путиным. Зал вообще замер. Зал замер. И когда Путин тогда прервал ночное выступление, извинился. И обратился к первому вице-президенту российских железных дорог, Морозов Вадим Николаевич. Вадим Николаевич, это что, на самом деле такая обстановка у нас в России с подвижным составом железнодорожным? Зал вообще замер. Зал замер. Я все думаю, сейчас скажут, все это фигня, товарищи разбирается. А он сказал очень простую фразу. Да, это так. Вот так раздельно сказал. И пошли получения тогда. И нормализовалась обстановка. Сейчас, к сожалению, мы снова возвращаемся к этому же самому. Снова нехватка подвижного состава для выроза леса. Мы снова возвращаемся к этой теме. Объемы растут? Не растут, падают. Сокращается количество подвижного состава. Федеральная компания отвлекает часть состава. На государственные нужды. И поэтому на частные компании везут туда, куда им выгодно. Причем при условии платить им в два конца и так далее. Ну все. А себестоимость в кубометре от этого резко растет. Это вот так одна из проблем. Просто этих проблем много. Я вот даже так не хочу фантазировать на ходу. Любая тема. Любая тема, которая, скажем, сегодня есть. Да, нам сделать нужно небольшую паузу. Реклама у нас в середине часа. Президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников у нас в гостях. Мы продолжим через полтора минуты. Продолжается «Морской понедельник». Ведут передачу Николай Голиков. И Владимир Сметалин. Да, наш гость. Президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников. Вот мы сейчас тут в перерыве вспоминали и вспомнили довольно много тем и довольно много проблем, в решении которых участвовала Вятская торгово-промышленная палата. Николай, что мы вспомнили? Мы вспомнили ту же историю с контрольно-кассовыми машинами, потому что сейчас ведь многие думают, что так оно всегда и было, а если вспомнить немножко историю, то было-то все гораздо хуже, если бы не вмешалась в том числе торгово-промышленная палата, то проблемы у бизнеса было там просто на порядок больше. Вы зря Николай Михайлович, кстати, не стали сразу об этом говорить. Ну, понимаете, я так считаю, что это такие как бы текущие задачи. Ну, да, действительно, мы очень внимательно отслеживаем документы, которые вообще затрагивают изменения в экономической сфере любого предприятия, не только торговли, а это не только торговля. И когда по контрольно-кассовым аппаратам надо было менять практически программу обеспечения, а с ним вместе и технику, конечно, мы это изучить решили, мы внимательно вникли в тему, причем мы понимаем, что к этому мы когда-то все придем. Но, к сожалению великому, те инициаторы, которые вносят иногда новшества, но они очень далеко сидят сверху, хотя сверху все видно, как мы понимаем. Ну, все мелко видно, опять же. Российскую палату напрямую вышли на ФНС России, и наши представители выступили на встрече с Мишустиным, заявили позицию, я скажу, что по ряду районов, регионов, где действительно нет возможности технической, было изменено. Потом, давайте сегодня говорить легко, но только одна фирма, приближенная к определенным структурам, могла изготавливать эти, так сказать, вот, я забыл как называются, вот, но забыл. Одна фирма. И все это, значит, остановило практически. Фискальные накопители, да. Да, фискальные накопители, да. Одна фирма. И когда мы подняли этого, мы первыми по России подняли, российская палата уключилась, оказывается, у нас не одна фирма. И тут же дали лицензию еще там нескольким фирмам. И вопросы стали сниматься. Понимаете, есть хорошая пословица, которую надо бы чаще применять. Лучше один раз думать, чем делать, чем думать потом. Понимаете, и возьмем это самое, чипирование меховых изделий. Да, надо, чтобы фальсификат бороться. Но наше глубокое мнение, что с фальсификатом, в том числе с китайским поставками, надо бороться на таможне. Просто ясно, понятно. Нам с неба никто, так сказать, не пускает. Вместо этого мы решили искать, так сказать, фальсификат в каждом сельсовете, в каждом поселке. Для этого надо нанести чипы. По нашему убеждению, кто-то хорошо кормушку поимел на этом деле. Вы изготавливали как минимум этих чипов. Стали мы, так сказать, смотреть. Оказывается, что приобрести чипы не надо иметь ни производственной базы, ни швейю нанимать. Уж не надо. Надо просто написать заявку в госзнак, заплатить деньги и приобрести чипы. И нам называли фамилии, имена, фильм, кто просто покупал и продавал эти чипы. Потом они навешивались в хейвы изделий из Китая. Если сегодня вы для эксперимента зайдете в магазин, торгующий меховыми изделиями, вы там не увидите, значит, китайских шум. Все наше. А сопоставить это с производством объема данной фабрики, да если вообще это производство, мы, естественно, провели встречи с соответствующими правоохранительными органами, информирование губернатора. Не надо делать вид, что мы работаем. Надо просто работать, тогда будет пополняться бюджет. Или маркировка медицинских препаратов. Маркировка медицинских препаратов. Ну, кто спорит, дорогие друзья? Конечно, бабушка в Малужском районе, в каком-нибудь селе, покупая в аптеке медикамент, препарат, она должна убедиться, что это не фальсикат. В мечтах наших идеологов, с точки зрения, кто формирует эти дела, она должна, чтобы бабушка пришла со своим, так сказать, мобильником, взяла в упаковку, бабушке стоит программа, она считала, что это действительно не фальсикат. Ребят, ну давайте фантазировать и дальше. Мы к этому обязательно придем. Но для того, чтобы это внедрить, вот мы говорили с гендиректором Аварус, кстати, вот здесь, здесь с вами встречались. Надо ни много ни мало приобрести это оборудование с программой обеспечивания, стоимость которого до 300 тысяч евро. А у них в Аварус 14 линий. Это надо взять, это деньги взять, где-то вставить это дело. Это слова Аварус, не мои слова. Но при этом надо еще одну штуку. Все у нас оборудование проектируется под конкретное помещение. Или наоборот, помещение проектируется под оборудование. А когда это сделано, надо линию разорвать и вставить туда этот блок, скажем, неважно размером, метр на метр, там, как угодно. Но его куда-то надо поставить. Любой технолог, производственный, проектировщик скажет, это процесс, требующий финансов и возможностей. Об этом никто не подумал. Поэтому, знаете, я тоже с удовольствием, вдоль тренинг узнал. И нас цитировало, сейчас не помню, какое-то интернет-издание крупное очень, цитировало нас в Верскую палату. Мою фамилию там, значит, вспоминали, кстати, в хорошем слове, это неплохо, что мы эту выдали инициативу и депутату Госдумы приняли разумное решение дать время, дать время, дать время, дать время, чтобы, ну, все-таки вот все это увязать. Финансы, технологические возможности, да никто не спорит, надо двигаться вперед. Но вот желание запустить ракету на Марс до того, чтобы полететь на Марс, помните хороший анекдот, политбюро решило, чтобы наши космонавты на Солнце полетели. Товарищ, ну, там же жарко, мы же сгорели, вы что думаете, мы совсем не думаем. Мы же продумали, ночью полетите. Вот так не надо действовать, понимаете? Надо садиться и вместе думать, ночью летать не надо на Солнце. Остается у нас... Или сегодня тема, вот когда сто оценка. Ну, кто спорит, надо пересмотреть, рыночные подходы уставили. Значит, та самая старая оценка, которая в советский период была никуда не годится. Вот вы в следующий раз сюда превратите Усенко. Президент, он член общества Палаты России. Он сегодня выезжает в Москву, он будет модератом круглого стола общества Палаты России по пересмотру подходов к адресу оценки, значит, недвижимости. И совершенно верно в послании, значит, Путин... То, что совсем недавно заработало. Совсем недавно. То, что тут несоответствие. Когда сто оценка превышает рыночную. Пример наш известный. В Котельниче торговый дом Шарова Сергея. И здесь в центре города, кажется, в Котельниче все это стоит дороже гораздо. Ребят, ну нельзя же до такой степени... Вот нельзя же... Это же в такой дисбаланс в экономику страны вводит. Понимаете? Ведет банкротство предприятий. И этим Палата тоже занялась. Вы знаете, я не могу перечислять этих примеров. Это примеры сегодняшнего дня. Примеры. И везде мы стараемся держать руку на пульсе. А инициаторам не то, что мы такие умные. Нет, я уже сказал. 620 предприятий. Это же 620 руководителей. Это огромное количество экспертов. Финансисты, экономисты, юристы и так далее. И не считаться с этим мнением сегодня уже невозможно. И если мы будем вместе решать вопросы, у нас все получится. Если говорить о планах уже ближе к завершению нашей беседы, потому что время истекает, планы на ближайшее время, Николай Михайлович. Говорили не так давно, что остро у нас стоит, конечно, вот эта тема выставочного центра некого, да? Да вы знаете, вот давайте пока мы вот эти фантазии сегодня, надо научиться работать в тех условиях, какие есть. Если сегодня, вот только что день Ужумского района прошел на Сурико, вы знаете, 19, народу было очень много. Я беседовал, со мной беседовали люди наши, пожилые, помоложе, это мне интересно. Но не все призывы, три раза мы провелись Ужумским районом, и ни один район этого не поддержал пока, понимаете? Поэтому заниматься фантазией... То есть пока у нас только день одного района? День одного района. Ну хороший район, можно чаще проводить. Спрашивают меня, а почему у нас только день одного района? Потому что Силин, Виктор Васильевич, у нас один. Глава района. Глава района. Вот когда еще, значит, два появятся, тогда два. Конечно, надо мечтать. Надо думать о том. Ну давайте мы думать о том, чтобы это все работало еще. Понимаете? А не просто строить радужные замки, которые будут пустовать, но затраты будут, тем не менее, требовать огромные. Еженедельно, ежедневно. Поэтому, а насчет планов, я уже сказал, так сказать. У нас все расписано. Тема экологическая, кадровая, оценочная тема. Тема взаимодействия с налогой. Вот я сегодня от вас узнал, что Светлана Геннадьевна Чарушина, с которой выстраивали отношения, она уже не работает. Как сложится основа руководителя? Не знаю. Какие он будет исповедовать нормы? Как будет подходить? Он или она, не знаю. А тут многое зависит от личности, да? Конечно. Многое зависит от личности. Не тратить отношения, а ты не с организацией, а с личностью. Да, с личностью зависит. Как он поймет? Понимаете? Надо выслушать, уходить в предприятие. Или надо просто упереться в инструкцию и давить это предприятие. И дожидаться, пока все, кто может уйти от нас, уйдут. А нам надо, чтобы к нам приходили. Потому что инвестиционная привлекательность региона зависит от того, кто к нам приходит. Понимаете? А когда от нас уходит, это уже не та привлекательность. Сотрудничество с зарубежными партнерами тоже тема, которую вы курируете, да? Ну, мы стараемся работать сегодня тоже. Опять тема инвестиционной привлекательности. Вот у нас в журнале «Меркурий» где-то два месяца назад очень хорошо выступил директор, руководитель директора нашей Весты, Канди Корпорации. Он очень сказал, главное, чтобы научились работать в кооперации. Когда иностранный партнер приходит, ему очень важно, чтобы мы максимально сделали здесь комплектующий. Вот сегодня мы тоже ряд вопросов говорить не могу, решаем, чтобы найти партнеров здесь. Ну, тоже огромное количество вопросов. То скорость не знаю, то цена заоблачная, дешевле везти из Киталии или и той же Италии. Это все предметы нашего системного рассмотрения. Поэтому просто перечислить, над чем мы работаем. Вот сегодня оперативка у меня закончилась. Мы провели, как раз переговорили. В рамках инженерного клуба, который мы ведем, надо в авторсосмотреть, так сказать, подготовки инженерных кадров и, наверное, провести инженерную конференцию. А я бы еще начал. На моей памяти ни разу я не был на конференции, где посмотрели эффективность работы кружков юных техников. А Садовничий Виктор Антонович, вектор МГУ, как-то на нашей встрече сказал, инженера подготовить, надо заниматься вот с этого, с третьего класса, куда ходит мой внук. Понимаете? И бегом бежит в модельный кружок. Вот его надо тут заметить и смотреть за ним все остальные годы. Вот тогда у нас все получится, повторяюсь. Ну что, успехов еще раз. Еще раз юбилеем. У нас 25-летняя МГП Николай Липатников, президент ВТПП. На этом завершается первая половина нашей программы. Мы вернемся через 20 минут.